В этот раз, друзья, я поставил свою фотоловушку возле норы андатры. Она не так давно стала многодетной матерью и обзавелась тремя мелкими хулиганистыми андатрёнышами. Сегодня я покажу только самые интересные моменты семи особо насыщенных дней. Расскажу о том, как выживает этот чрезвычайно шустрый зверёк, обладающий ценной шубой, крепкими зубами и экстраординарными способностями к выживанию. Ну и самое интересное, покажу вам её хищных закляток соседей, коих интересует не только ценный мех, но и пара килограмм её диетического мяса. Кратко и только самая интересная нарезка. Ну а теперь давайте по порядку. В своём предыдущем видео, названном Нора изнутри, я рассказывал о именно этом же месте и о не особо удачливой родственнице этой андатры, сгинувшей в зубах хищника. По счастливой и одновременно несчастливой случайности, моя фотоловушка завпечатлела момент попадания андатры в зубы хорька. Также я рассказывал о том, кто жил зимой в Нориандатры и кто частенько засовывал в неё свою хищную морду. Ссылочку на то видео вы видите в правом углу и дополнительно я прикреплю её к описанию видео. Смерть – такое же естественное явление, как и рождение, только выглядит значительнее. Поистине никогда не знаешь, что придёт завтра, следующее утро или следующая жизнь. Вслед за гибелью одних и лютой зимой пришла весна, река набрала силу и вход в нору скрылся под водой. Я снова поставил в это место фотоловушку. В этот раз мы с дочерьми укрепили её на дерево над входом в нору, чтобы снять скрытую тайную жизнь обитателей этой заводи и увидеть, удастся ли андатре и её детёнышам избежать пастей хищных соседей. Я был крайне удивлён, увидев буйство жизни у данной норы. Ведь, несмотря на то, что каждому суждено умереть, далеко не каждому суждено родиться. То, что в октябре оказалось февралём, на самом деле оказалось мартом. И узачавший ещё в прошлом году и переживший в этой норе зиму андатры, случилось пополнение. Мамаша, не покладая лапой, стирая свои постоянно растущие зубы, весь день таскает ветки растений для своих малышей. Малыши быстро растут и ловко ныряют. Жизнь в этих местах проистекает вопреки смерти и благодаря воде. Вообще, андатр – уникальный пловец и ныряльщик. Может плавать не только вперёд, но и назад. А нырнув, может оставаться под водой до 20 минут. Обратите внимание на эти кадры. Вход в нору устроен под водой. Вот и наш пловец, словно торпеда, выныривающая из-под воды из своего жилища. Так что момент выхода не виден хищникам. Хищник смотрит всегда прямо. Судьба же андатры – смотреть по сторонам. И озираться, нет ли рядом хищника. Хищников здесь очень много. Это и цапля – самая прожорливая птица, в рацион которой входят не только рыбы, лягушки, но даже змеи и довольно крупные грузуны. Эта цапля, которая постоянно пасётся возле норы андатры, с удовольствием может заглотить молодого андатрёнка. Особую угрозу представляют хорьки и выдры. Присмотритесь внимательно к следующему кадру. Как стремителен этот хищник. Самый частый на фотоловушке хищный сосед андатры – енотовидная собака. Она внимательно изучает берег и воду в надежде поймать нерасторопную жертву. Здесь же хитрый лис, сующий свою голову во все норы. Чтобы поймать андатру, этот лис вынужден скакать, словно тушканчик, с одного островка суши на другой в поисках своего куска. А сейчас фотоловушка сработала на большую волну, предвещающую появление огромного бобра. Бобьёр – единственный мирный, добропорядочный сосед андатры, вместе с ней углубляющий совместно используемые протоки от заводи до реки. Теперь внимание на самый верх этого кадра. Это уже барсук. Что интересно, бобёр и барсук абсолютно индифферентны по отношению к друг другу. Но в отличие от бобра, барсук с великим удовольствием поживится андатренком и готов попытать свое счастье охотника вблизи этой норы. Как говорил Дарвин, в природе выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше приспосабливается к изменениям. Молодняк подрастает и уже самостоятельно грызёт ветки, помогая своей многодетной мамаши. В дальнейшем, что станет с этой андатрой в столь дружественном окружении хищных соседей, я расскажу в своих следующих видеоотчётах с нашей фотоловушки. Всему на свете приходит конец. Но конец хорошей истории – это просто новое начало. Подписывайтесь на канал и следите за продолжением этой звериной истории.